Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У нас сегодня, как вы поняли, мукпан, грузинские хэнкали. Их здесь 7 штук и еще брокколи. Обожаю брокколи. Пить мы будем воду с лимоном самую обычную. Так, давайте приступим. Немножко разложили по-новому, так скажем. Видите, они горячие, прям пар. Обожаю грузинские хэнкали, как вы знаете. Давненько у нас не было. Решила снять. А еще я решила не выщипывать брови. Где-то, наверное, полгода. Посмотрим, насколько они у меня отрастут. Вообще не волоска. Больше недели мажу все это дело репейным маслом. Посмотрим, что у меня получится. Ой, это нечто. Вообще не трогаю. Потому что в свое время у меня все-таки были же брови. Хотя никогда у меня супер густых бровей не было. Но все равно интересно, насколько они отрастут. Если вы будете видеть меня с неаккуратными бровями в ближайшие полгода, не пишите мне в комментариях. Я даю вам... Отчеты объясняю, что отращиваю. Красота требует жертва. А еще сегодня поедем покупать елку. Мы уже выбрали, где мы будем брать. Вы знаете, мы решили взять где подороже. Объясню почему. Можно купить в два раза дешевле ту же елку в инстаграм-магазине. Там такой момент. Вот ты купил, тебе не понравилось. А что дальше делать? Там елка стоит 42 моната. Я прошу их снять видео в собранном виде. Они мне говорят, что нет. У нас в собранном виде нет. У нас онлайн-страница. Мы не можем открыть. А потом кому мы продадим эту елку в открытом виде? В общем, такая какая-то отмазка. Я решила не рисковать. Лучше уж я переплачу. В два раза больше заплачу 90 монат. Но зато я вижу, что я покупаю. Я не покупаю кота в мешке. Прикиньте, страница. Есть одна фотография 6-сантиметровой елки. 60-сантиметровой елки. Они говорят, что большая тоже такая же. Покупай в запечатанном виде. Откроешь, сама посмотришь, какая у тебя елка. Уже праздник к нам приходит. Поэтому надо уже быстрее что-то придумывать с этим. Один раз купим. Каждый год будем собирать и разбирать. Я помню. Однажды у меня подруга купила для парня часы через онлайн какую-то страничку. Там был комплект часы и портмоне. Типа кожаные. И она поверила, взяла, заказала. Просто чисто случайно инстаграм реклама наткнулась. В инстаграме же ставят на рекламу. Причем для нас, для студентов, это было не так уж уж дешево. Часы пришли. К портмоне не было никаких претензий. То есть они вместе так в коробочке. Но часы были все поцарапанные. То есть не то, чтобы стекло. Вот эта вот грань часов железная. Вот она была вся поцарапанная. Она написала что, что это такое. Девочка, видимо, хозяйка этого магазина. Она же ей доставляла. Она сказала, ну что вы хотели? Они же недорого стоят. Моя подруга говорит, что я понимаю, что они недорого стоят. Но почему часы все в царапинах? Где вы там царапины увидели? Она снимает видео, показывает. Ну, блин, говорит, если так присмотреться, везде есть царапины. Ну, блин, это подарок. Как можно дарить какую-то вещь, которая вся в царапинах? В общем, там был конкретный скандал из-за этого. Она хотела вернуть свои деньги. Девочка сказала, а все уже, все, докупила. Короче, конкретный там был скандал. В конце я начала угрожать, что вот, я напишу заявление в полицию, что ты меня так обманула. В течение 14 дней я имею право вернуть, если мне не нравится. Ошибка в том, что нужно сразу смотреть, что ты покупаешь. Доставку сделали тебе? Открой, посмотри. Нравится? Возьми. Не нравится? Не бери. Потом предъявлять, потом кричать. Зачем? Изначально сразу... Сразу посмотрим, чтобы потом не было таких проблем. Господи, как же это вкусно, ребят. Я вам рецепт оставлю внизу. Переходите, готовьте. Это просто идеальное тесто для грузинских регалиев. Они просто божественные. Видимо, твикс там милкает. Странная характерная черта моего твикса. Когда он остается один, он начинает мяукать. Мы, например, в другой комнате, он в другой комнате. Причем он спокойно может дойти до нас. Он все сидит, начинает мяукать. Не понимаю, с чем это связано. Я вообще не люблю, когда котята мяукают. А я прихожу, беру его на ручки, он сразу успокаивается. Вчера засняли ему мукбанг. Всем так понравилось. Я даже думаю, может быть, какой-то влог заснять его. С озвучкой. По мне было бы интересно. Пишите ваше мнение в комментариях. А еще я засняла пранк. Так что в ближайшее время ждите. Очень интересно. Не буду говорить про что, как. Но у меня пранки прям хорошо идут. Всем нравится. Хорошие комментарии. Поэтому я думаю, что это направление нужно развивать. Тем более, мне самой тоже очень нравится снимать пранки. Да и смотреть тоже. Вчера приходил мой двоюродный брат к нам в гости. И у них тоже есть котенок Сонечка. Девочка. Но вы в инстаграме видели их общение? Эта девочка как видит моего твикса сразу начинает шипеть. Она породистая. Прям ни в какую не хочет идти на контакт. Жених красивый. С жильем. блогер. Блогер. Чуть у нее понюхает, она сразу начинает шипеть. Я вам в инстаграм скидывала видео. мы в дальнейшем хотим их скрестить. Чтобы были котята. Обожаю маленьких котят. твикс. Твикс просто там мяукал. У мамы сердце разрывается, когда твикс там мяукает. да твикс мой сладкий. Да я не могу котят, он мяукает. Он еще провокатор тот. мотоцик. Мамочка уходит. заказ пришли забирать грузинские хинкали что насчет нашего бизнеса если честно мы уже набрали клиентскую базу который постоянно у нас покупает грузинские хинкали и нам не нужен курьер то здесь поблизости нашего дома твикс хочет покушать мяу твикс 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 мясо дала твиксу а самоку живот да мы сладкий что мне нравится в твиксе вот ты ему например дашь ролл если даже он сразу не съест он обязательно это съест завтра или через час то есть никогда в его миске не бывает что есть еда он обязательно доедает все хотя я кормлю немало мы уже за три дня 400 грамм корма съели 400 грамм по 100 грамм аппетит зверски мамина сердце мамина божья коровка мой мамина мурлыкалка на свой корм сам зарабатывает сам мукбанки снимает сладость такая в общем ребята на этом все если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки подписывайтесь я вас всех очень сильно люблю с вами black emily пока